Я приветствую всех на канале Да, это так. Мое имя Максим Назаров. Со мной прямо сейчас на связи военный аналитик, военный, уважаемый вами эксперт Роман Свиданов. Роман Григорьевич, я вас приветствую. Давно не виделись. Приветствую. Много чего произошло с момента нашей крайней встречи, и я с вами хотел бы обсудить в таком оперативном режиме все-таки самые главные события, которые мы имеем на день сегодняшний. И, разумеется, это контрнаступление наше ни для кого уже не тайна, ни для кого не секрет, хотя, в принципе, по тем обещаниям, которые мы наблюдали на протяжении двух последних месяцев, по тем каким-то вот анонсам, скажем так, казалось, что будет все достаточно глобально или глобальнее. Но вот сегодня вышел Владимир Зеленский и в очередном интервью сказал, что контрнаступление – это не голливудский фильм. Очень многие думают, что вот здесь баг, здесь страх, и все, как бы, да, дошли до Москвы. Мы идем постепенно, но 20 тысяч квадратных километров украинской территории заминированы, и контрнаступать очень сложно. Западные издания, все как один говорят, имеется в виду военные аналитики их изданий, говорят, что нам очень сложно, мы не можем прорвать первый эшелон российской обороны, и не так все радужно, как хотелось бы, как планировалось бы. Роман Григорьевич, ваша сухая субъективная оценка происходящему, а, или объективная, тут уж вам выбирать, по поводу контрнаступления. – Военные чуть по-другому это все видят. Первая задача любой армии – это уничтожение армии противника, потому сводки уничтоженного противника каждый день, они радуют. – Уничтожаем в районе тысячи человек в сутки, а это значит две тысячи, то есть еще тысяча, как минимум, трехсотами тяжелыми, которые не вернутся на линию фронта, минусуются две тысячи человек в сутки, это 60 тысяч в месяц, то есть это половина стратегических резервов россиян. – Это только за месяц будет уничтожено в таком режиме, как сейчас. – А наших сколько? Мы же тоже теряем? – Мы однозначно теряем, просто не такие пропорции, конечно, но, да, теряем. – И сейчас, на данный момент, из-за того, что не бьемся головой об стену, не идем на минные поля, а работаем в основном за счет дальних средств поражения, мы их больше уничтожаем. – Мы сейчас работаем с САУшками, работаем с 777-ми, с 155-ми калибром, то есть артиллерия работает, 90% поражения артиллерии, она у нас дальше бьет, у нас 7-8 километров форы есть, как минимум, относительно российского 152-го калибра. – Потому уничтожаем мы их больше, уничтожаем до десятка танков в сутки, до десятка, полтора-два десятка боевых бронированных машин, уже в районе трех десятков стволов, это практически даже, по-моему, за прошлые сутки 33 ствола. – Это, значит, можно сказать, два дивизиона в сутки минусуются, плюс вертолет где-то один, в один-два дня вертушка падает, и еще плюс некоторых там инженерных машин, остальное не буду говорить. – Очень большой режим уничтожения сейчас у россиян, и это как раз и радует, то есть, если в таком режиме двигаться никуда не надо. – Мы своими действиями в течение двух недель, проводя формирующие операции, проводя разведку боем, те же зондирующие операции, мы вынудили россиян вывести на поле боя, подтянуть к второй-третьей линии обороны оперативные резервы, а сейчас уже и стратегически начинают подтягиваться, то есть, мы никуда практически не двигаясь, сейчас выгрызаем по некоторым позициям нужные нам плацдармы для дальнейших прорывов, но россияне сами подходят, им деваться некуда, если они не будут подтягивать резервы, то мы прорвемся и прорвемся уже сейчас, и дальше будет намного сложнее. – Роман Григорьевич, хотел уточнить, а мы используем какие? Стратегические резервы, которые накапливали то оружие, которое страны НАТО нам предоставляли? Те танки, это же наши стратегические резервы или это наши тоже оперативные резервы? – Дело в том, что все накопленное, ну не накопленное, а переданное нам вооружение, подготовленные экипажи для выполнения боевых задач, они разделены на некоторые позиции, есть стратегические резервы, которые стоят, не подтягиваются, они где-то за 50 километров от линии фронта, за пределами работы российских средств поражения, то есть тех же ланцетов, у них там 40 километров, ну то есть они не подходят к линии фронта. У нас оперативные резервы и те части, которые были расположены вдоль линии фронта, выполняют эти задачи. Потому как раз свои стратегические резервы мы бережем для того, чтобы выполнить те прорывы, о которых все мечтают, пока не мере. Ну а зачем их делать сейчас и зачем их, допустим, тратить сейчас, если россияне сами подтянулись? Здесь вилка была, у россиян была вилка, то есть заложник выставил на принятие решения, либо стоять глубоко, ну тогда мы прорвем, либо подойти, ну тогда мы уничтожим. И в одном и в другом случае для нас это плюс, для россиян это минус. И у них сейчас большая проблема, им надо устоять, удержать режим обороны до вильнюсского саммита, так как нужно показать такую непокобелимую российскую армию, чтобы на саммите как-то по-другому посмотрели на принятие Украины в НАТО, ну и естественно о передаче некоторых видов вооружения приняли решение. Потому это понятно, на этом интересном противоходе сейчас украинская армия россиян и поймала. Будем уничтожать, возьмите, война это математика, возьмите, посмотрите сводки по уничтоженной технике, и они намного больше греют, чем допустим сводки по освобожденным селам, это уже потом. Сначала уничтожить армию противника, освобождение территории, это уже следствие выполнения первой задачи уничтожения. Замминистра обороны Маллер, ну по сути, давайте так скажем, спикер Минобороны, говорит о том, что главные удары в рамках этого контрнаступления еще впереди. Это имеется в виду как раз таки те стратегические запасы. И что имеется в виду, когда говорится о главных ударах? Это удары по позициям россиян на оккупированных территориях, там, куда мы готовим контрнаступление в таком оперативном режиме. Или это удары по Крыму, например, по базам? Или это еще? Что имеется в виду, когда вот об ударах главных, которые впереди говорит наша власть, наша Минобороны? Ну, скорее всего, военные чуть другой смысл слова удар вкладывают. Удар это движение войск. Общее движение войск, это, скорее всего, для того, на гражданский перевести прорывы. Прорывы. То есть все-таки Маллер имеет в виду больше... Она военный человек, она это имеет в виду. Тут одно интерпретация одна. То есть это, она говорит, в ударах войск, это прорывы. А поражение, о чем говорите вы, это поражение объектов. Вот поражение объектов в Крыму, в том числе и в Крыму, оно происходит. Оно происходит разными методами, начиная от партизана, заканчивая ракетами. Которые, кстати, мы еще не видели. Ракеты, по-моему, еще по Крыму не ходили. Потому есть вопрос к формшеду. По военным объектам в Крыму не используем формшед. Я почему обратил внимание на, как говорите, военный человек? Ну, Маллер такой военный человек, как я, балерина. Я не об этом. Я о том, что сейчас военные люди с той стороны, да, со стороны врага, имеется в виду министр обороны Шойгу, как-то истерично начал заявлять о том, что мы якобы готовим удары как раз-таки по Крыму как раз-таки иностранными ракетами «Хаймарс» и «Шадови». Ну, вот то, о чем... Те дальнобойные ракеты, о которых мы с вами говорили. Те дальнобойные ракеты, которые могут поражать цели в Крыму, в оккупированном Крыму. И, значит, что говорит Шойгу? Применение этих ракет вне зоны их спецоперации будет означать полноценное втягивание США и Великобритании. Ну, а мы понимаем, что штормы и «Хаймарсы» — это Британия и США. В этот конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений в Украине. Это, конечно, смешно. Ну, то есть за полтора года мы такое слышали достаточно часто. Но вот в концепции ядерной истерии, которая нагнетается, и даже сказанное Байденом о том, что Россия может нанести тактический ядерный удар, это уже не выглядит как бы так смешно, знаете, иронично. Это не особо воспринимается. Что скажете вы, Роман Григорьевич? — Для меня как раз смешно и иронично. Дело в том, что вопрос по Крыму непонятно, почему его Шойго озвучивает. Это как раз вопрос наш, вопрос к нашим партнерам и, в принципе, к той же Малер. Я не соглашусь, это военный человек, у него военная риторика, она понимает, о чем говорит. Потому у него надо просто спросить, если у кого есть такая возможность, по-военному ответить, почему мы до сих пор не нанесли удары по Крыму. Шторм Шэдоу. Дальность позволяет. Военных объектов много, они стационарные, их не надо даже перепроверять и корректировать огонь. Дальность Шторм Шэдоу 250-300 километров. Как минимум до Керчи достать, ну до Феодосии точно достать. А вы думаете, здесь технический ответ на этот вопрос или политический? Ну, если к Малер обращаться, то она военный человек, это вопрос военный, то есть что военные скажут. А вот причина, почему мы не бьем, она может быть политическая. Это может быть какие-то договоренности, это может быть еще что-то связанное. Вопрос с чем? Мы же люди, причем украинцы сейчас под ударами российских ракет. В Украине нигде спрятаться нельзя, этих ракет они могут достать в принципе где угодно. То есть такая лотерея получается. Потому для нас было бы правильно, по крайней мере, поставить вопрос и получить ответ. Почему, имея дальние средства поражения, которые нам переданы нашими партнерами, мы до сих пор еще не нанесли удары по Крыму. И через Крым идет 30% грузов военных. То есть удар даже по одной стрелке от Керчи до Джанкоя выведет из строя целую нитку поставки. А каждый третий снаряд, который на голову нашим защитникам сыпется в районе того же Орехова, идет через Крым. Потому есть вопросы, вот Кмалер было бы неплохо его задать, если у кого есть такая возможность. Еще раз повторюсь, хотелось бы услышать не политический ответ, а именно военный ответ военного человека. А Кмалер военный ответ. Ну и все-таки, конечно, хотелось бы понять, если вдруг Кмалер не сможет ответить на этот вопрос, все-таки политическую причину, почему не используем до сих пор. Если можем, если позволяет и, как вы говорите, дистанция и, в принципе, возможность, почему нет. И достаточно давно мы это обсуждаем и достаточно давно сталкиваемся с какими-то такими политическими историями, когда якобы где-то в Вашингтоне кто-то против и видит Крым все-таки такой более спорной территорией. Да, но учитывая, опять же, наш опыт 2014 года. Поэтому здесь, конечно, много вопросов. Смотрите, есть еще один момент. Мы узнали вчера, что F-16 истребители нам дадут не ранее, чем на Новый год, скажем так. И опять же, сводки европейских аналитиков по поводу нашего контрнаступления, по поводу вообще ситуации на фронте, говорят о том, что все-таки российская авиация не позволяет нам размахнуться, развернуть масштаб контрнаступления так, как бы нам хотелось и с тем минимальным количеством потерь, которое, условно, планировалось, извините за цинизм. Все-таки российская авиация в небе есть, а нам не хватает. Как без F-16, Роман Григорьевич, продвинуться? Да, вот сегодня говорили, все обсуждают Пригожина, сейчас тоже с вами поговорим об этом. Вон, мы продвигаемся уже на молочный лиман за Мелитополем, да, что позволит нам выйти на Азовские берега. Что делать без авиации, вот в данном случае? С авиацией понятно, триада наступательная должна быть, танк, боевая машина пехоты и воздушная поддержка. Иначе все, что движется по земле, будет перещёлканно авиацией противника, как семочки. Это я уже полгода, как минимум, говорю, если не год с лета прошлого года. Я помню наши с вами разговоры, каждый раз вы об этом говорили. Сейчас всё понятно, да, то есть я же не просто так говорю, я лётчик, я прекрасно понимаю, как эти вопросы решаются и как они не решаются. То есть без авиации они просто не решаются. Потому вот такое движение, которое есть у нас сейчас, вот оно такое будет, прогрызание боевых порядков противника, линии обороны, тех же минных полей. И борьба с авиацией противника, которая пытается, как семочки, перещёлкать всю технику, которую нам передали. А авиация противника, если её не отгонять истребителями, она будет наглеть постоянно. Они будут терять борта, они будут бросать в бой определённое количество самолётов, вертолётов. Но они будут добираться до нашей техники и пытаться её уничтожить. Тем более они имеют такую возможность. И вертолёты, которые идут под лучами локаторов на предельно малых высотах, подходят к линии фронта на дальность, допустим, 8 километров, они отстреливают ракеты в воздух-земля по танкам, а им сделать практически ничего нельзя, их не видит зенитно-ракетный комплекс. И ПЗРК, который вроде как может и видит, он его просто не достанет. ПЗРК 4-5 километров бьёт. То есть, используя такие технические возможности, россияне подходят и уничтожают ту технику, которую передали нам наши партнёры без прикрытия авиа. Ну, повторюсь, год об этом говорю, ну вот что... Ну вот смотрите, вы год, да, полгода год об этом говорите, и всё равно контрнаступление, насколько я понимаю, спланировано ровно таким образом, чтобы исключить в поставке, скажем так, в рамках этого контрнаступления F-16 и той авиации, которая нам необходима. Если так, с таким расчётом, понимаю, что у россиян есть, у них закрытое небо в этом отношении, то нелегкомысленно ли воспринимается вот этот риск, риск потери живой силы и огромного количества техники? Я сейчас спрашиваю с намёком на то, а не стоило бы глобально подождать всё-таки F-16 и тогда планировать вот эти самые контрнаступления с триадой, как говорите вы? Или здесь немножко снова такие, мы выходим за рамки военного и окунаемся снова в политическое, Роман Григорьевич. Да, когда, возможно, Запад торопил, потому что там 24-й год, это год выборов там везде-везде. Или что? Я вот с точки зрения на планирование наше не могу понять. Вот вы всё логически, как военный человек, говорите, а получается нелогически в итоге? Ну, нелогично получается, когда политики начинают вмешиваться, причём не наши, а внешние. То есть может и торопить, может и чем-то прикрываться, пробовать вопрос решить без больших плеваний, без тех же самолётов, раз они на каких-то растяжках, то есть ну хотя бы что-то дать, чтобы не сильно сносили, что вообще ничего не дают. Такие половинческие меры, но как военный вопрос какой? Даже можно с лопатой выполнять боевые действия, если знать как и правильно занимать позицию. То есть раз у нас авиация, значит будем выполнять боевые действия. То есть вот в таком режиме прикрывать зенитно-ракетными комплексами нашей части «Беспокоящий огонь», выполнять зондирующие атаки, вызывать реакцию противника, для того чтобы они подтягивали свои удары при артиллерии. Вот эти действия, но не будет прорывов. То есть не то, что ждать авиацию и ничего не делать. Нет, выполнять задачу, ещё раз повторюсь, вот мало кто на это обращает внимания, но вот я год говорю про авиацию, вот я год говорю про основную задачу любой армии. Уничтожение армии противника, освобождение территории, это следствие выполнения первой задачи. Потому если есть такая возможность уничтожать армию противника, не двигаясь вообще никуда, так никуда и не надо двигаться. Но надо проводить операции, которые вынуждают двигаться армию противника. Вот то, что мы сейчас делаем. Вот эти беспокоящие вынудили, они подошли, мы начинаем их уничтожать и довольно-таки с хорошей динамикой. А уже когда подойдут самолёты, тогда может быть и армии противника не останется. Если с такими темпами, как сейчас, вот я эти цифры назвал, вы умножьте их только на 30, это на месяц. А у нас ещё впереди как минимум 4 месяца сухой погоды. То есть, а ещё потом ещё это умножить на 4. У россиян вообще армии не останется с таким действием. Ну и думается, что у них мобилизационный ресурс всё-таки немного больше, чем у нас. Просто в количественном соотношении. Это вы не о том говорите. Армия – это не мобилизационный ресурс. Даже полтора миллиарда китайцев ничего не сделают без армии подготовленной. Так вот, 100 тысяч подготовленной армии – полтора миллиарда китайцев. А россияне уже больше нигде не найдут в ближайшие 4 месяца подготовленных войск. А это очень важно именно подготовленных. То есть, просто обезьяна с гранатой – это же не войска. А у нас подготовленных войск хватает с нашей стороны? У нас хватает с нашей стороны. У нас хватает выполнять боевые задачи. Дело в том, что если бы не хватало, мы бы не начали движение. То есть, не началось бы выполнение наступательной. Не было бы смысла его тогда начинать. Был бы смысл тогда остановиться и накапливать риски для человека и подготовки. А раз начали, начали по плану. То есть, как только подсохло, началось движение. Это было видно сначала первой декады мая. Ну, а дальше подготовка где-то месяц. И уже несколько недель идет горячая фаза. Третью неделю уже горячая фаза идет. Так что все правильно, все идет согласно плана. Значит, план никогда никто не начнет действия, когда нет видения окончания. То есть, при планировании любой операции, если не видишь конца операции, начинать никто не будет. Потому, я думаю, все у нас есть. Все идет по плану только вот такому, бессамолетному. Исходя из действий противника. Вопрос с самолетом, он просто ускорит. Ускорит наше движение. Какая-то видимость. Но без самолетов будем 4 месяца утюжить россиян, пока они просто не закончатся. Готовые россияне. А для того, чтобы их опять поставить, они просто не успевают по темпам. 60 тысяч в месяц, если отминусовывать, как сейчас происходит. За 4 месяца 240 тысяч человек просто не будет. Роман Григорьевич. Половина армии. Да, здесь понятно. Немного политический вопрос о контрнаступлении. И дальше вот еще буквально парочку по Ядерке и по Пригожину. В этом контрнаступлении, конкретно в этом контрнаступлении, какую роль играет заложный? Кроме того, что он главнокомандующий, да? Верховный Зеленский. Ну, он главнокомандующий. Он человек, который принимает решения по выполнению боевых задач. По направлению этому южному в рамках контрнаступления заложный принимает все решения и разрабатывает стратегические планы. Он же главнокомандующий, то есть он по всем решениям. А по фронтам он участвует в принятии решений теми генералами, которые руководят по секторам. Понятно, без него ничего не происходит, он утверждает. А уже сами решения, особенно по оперативной, тактической, это уже командующих секторов принимает. А он осуществляет общее руководство всем фронтом. То есть главный он в этом смысле. Ну, я думаю, вы понимаете, почему я спрашиваю. Не потому, что жив ли заложный, нет, ни в коем случае. Потому что вот все, что касается медийного освещения контрнаступления, мы там не видим заложного. Мы заложного там не видим, заложный никак ничего не комментирует. Мы понимаем почему, то есть логически, если поставить все на полочки расставить, то да. Но мы привыкли, мы живем в Украине, мы понимаем, как работает политика, и поэтому я задаю такие вопросы. Поэтому есть немного разные противоречивые информации по поводу того, а какую роль же, да, вот здесь, конкретно в этом наступлении играет заложный. Вас понял, больше допрашивать по этому поводу не буду. Спрошу по поводу Джозефа Байдена, его заявление о том, что угроза применения ядерного оружия тактического, подчеркнул Джозеф Байден, все-таки реально. Когда я выступал здесь около двух лет назад и говорил, что меня беспокоит пересыхание реки Колорадо, заявил на одном из выступлений в США Джозеф Байден. Все смотрели на меня, как на сумасшедшего. Они смотрели на меня так же, как и тогда, когда я сказал, что меня беспокоит использование Путиным тактического ядерного оружия. И это реально. Мы с вами где-то вот месяцев 7-8 назад говорили об этом, и тогда я тоже цитировал, по-моему, американского президента. Было сказано, что нет-нет-нет, это нереально. Это нереально, никто не будет использовать ядерное оружие, они же прекрасно понимают, каким будет ответ. Потом была целая тирада, история о том, что если Россия применит тактическое ядерное в Украине, никто не будет тактическим ядерным отвечать, а какими-то другими видами вооружения. Сейчас мы понимаем, что ситуация накаляется и нагнетается. И если Джозеф Байден говорит о том, что это реально, то я просто вспоминаю, как мы до начала полномасштабной относились скептически к американской разведке и словам Джозефа Байдена по поводу нападения. И думаю, ой, это нереально. То сейчас, знаете, мы призадумались, Роман Григорьевич, а вот что, а вот как? И даже Данилов, секретарь СНГО, сказал, что если все-таки будет этот удар, то что-то там санкции попросит усилить. Вот скажите мне, пожалуйста, успокойте людей, Роман Григорьевич. Давайте, я реальные вещи скажу, а там уже успокоили, нет, это другой вопрос. Вот, чтобы не говорить, позапрошлом году, наш начальник разведки Гуданов говорил о том, что будет нападение, потому что что-то мы думали, что это все, все прекрасно знали. И даже когда знали, я, допустим, за... Я о простом народе говорю, вот, о простом. Вы, понятно, может, знали, понимали. Простой народ ни черта не понимал. Ну, надо слушать тогда военных. Вот, выходил же Буданов, рассказывал, Байден Байденом, а это все-таки политик, но выходит военный, говорит о военных вещах, и тогда становится все понятно, потому выходит Буданов и говорит, что еще нет подготовки к каким-то ядерным действиям. Ну, вот, это военные, это видение военных. Вот, кто-кто, Абуданов бы уже точно сказал, если бы увидел или какая-то информация проходила. Еще раз повторюсь, позапрошлом году он четко рассказал больше Байдена. А вот то, что Байден сейчас начинает пугать, как и Путин, применением ядерного оружия, скорее всего, говорит о том, что нам чего-то не дадут. Он не дадут атакамсов, не дадут самолетов, не дадут вступить в НАТО, то есть чего-то не дадут, но прикроют это, ну, вот, Путин хотел применить ядерное оружие, потому мы вам чего-то не дали, боясь. И вот мы такие спасители, делите, мы вас спасли от применения Путиным ядерного оружия. Вот и все, то есть это такая риторика, так, честно сказать, развод, ну, на уровне третьего класса церковно-приходской школы, не более того. И Байдена, и Байдена, и Путина. Мы такие как бы дерзкие, да, мы там ничего не боимся, мы вот так, а почему-то Америка ведется, да, по этой логике ведется, значит, они как-то по-другому видят угрозу. Значит, те слова Путина, которые он публично произносит по поводу их ядерной триады, а сейчас там о Сармате снова он вспомнил, да, о каких-то ядерных установках, которые там чуть ли не в боевую готовность заводят, да. Это, видимо, США воспринимается не так, как мы, мы легкомысленны в этом, у нас этого просто нет, поэтому... Ну, дело в том, что проблема ядерная, это головная боль ядерных держав, которые пытаются нераспространением ядерного оружия, владением только ими, сохранить свою статусность. Как только Путин достанет ядерное оружие, реально достанет, то их статусность просто провалит с артеры. Ну, тогда 180 стран в этом мире сделают все, что угодно для того, чтобы иметь ядерное оружие в качестве защиты, как минимум, потому что раз один из девяти ядерных дебилов достал ядерное оружие для того, чтобы им пользоваться, значит, все 180 будут, а после этого пропадает статусность оставшихся восьми ядерных держав. Поэтому они сделают все, чтобы он этого не делал. Уберут Путина, уберут всю путинскую верхушку, уничтожат носители, ну, что угодно, потому что потерять статусность ядерной державы, это потерять очень большие деньги в этом мире, а некоторые страны этого просто не смогут пережить, им надо по полтора миллиона кормить, кузнечиками же не будут кормить и бананами. Но вы говорите, да, Роман Григорьевич, уничтожат Путина в верхушку, это да. Или пойдут на уступки, друг другу навстречу, или этот сценарий невозможен? Ну, друг другу навстречу, тут за счет чего они могут пойти? Ну, Карибский кризис, с Кубы убрали войска, с Турции убрали войска, вот, пожалуйста, как-то так. Только сейчас немножко другая конфигурация. Ну, так в этом смысле кто ж против? Пусть убирают войска из Украины, россияне убирают войска, или там отдают Тайвань Китаю, в конце концов, американцы, потому что это все-таки Тайвань, это территория Китая, кто бы что ни говорил, и китайцы там живут на Тайване. То есть вопросов нет, кто ж против, если это такой размен. А, допустим, что-то усугубить не получится, оно и так уже усугублено. А вот, я же говорю, остается одно единственное, нам что-то не дать, вот, решить вопрос не передачи нам самолетов, не передачи нам там, не передачи нам еще чего-то, вот и все. Или вот вопрос по Крыму, он завис, я вижу, что вопрос по Крыму завис, раз мы не бьем, передали Штон Шеду, и получается, что запретили работать по Крыму, вопрос возникает. Ну да, то, что мы с вами обсуждали. Да, тут многоточие, потому что очень много вопросов, и, знаете, так много вопросов, а так мало ответов. Будем находить их всех. Спасибо большое, Роман Григорьевич, до новых встреч, до свидания, берегите себя, до свидания. До свидания.